здравствуйте друзья у нас очередной вопрос я его и зачитываю стал быть здравствуйте михаил здравствуйте являюсь вашим подписчиком вот уже три года постоянно смотрю ваши видео пересмотрел и те что были выложены до моей подписки на ваш канал но это очень приятно на самом деле слышать а вот такого случая как тот что произошел со мной у вас еще не было в вопросах и в плейлисте рассмотрите мою ситуацию если сочтете нужным то пожалуйста рассмотрите мою тему в вашем блоге или при оказать при оказии в интервью с иммиграционным адвокатом но я думаю что мы и адвоката спросим отдельно это тоже интересно у нас там запланирована встреча через некоторыми и так этим летом я посетил американское консульство в киеве с целью выезда в сша по турвизе в гости к младшей дочери которая находится в сша легально я вообще хочу сказать что в киеве сложного вообще вот как бы украинские там посольство консулат не знаю что что там есть у них очень тяжело дают визы это как бы общеизвестный факт такой в целом да значит к младшей дочери которая находится в сша легально немного себе я моложе вас михаил на один год то есть 58 лет человеку имеем женой дом в одном из областных центров украины находящийся далеко от зоны а то не беженец и небольшой семейный бизнес два автомобиля каждому по авто не бедствуем ну нормально живут люди старшая дочь живет в нашем городе с мужем и внукам это очень трогательно но отдельно в собственной квартире старший жен сын живет с женой что трое детей получать скажем так на территории бывшего ссср не уточняю жена съездила в сша весной по турвизе но уже хорошо да то есть они как бы проверенные получаются и открыли визу на 10 лет пришла моя очередь ехать так как бизнес требует постоянного присутствия одного из нас я приехал в киев пришел в посольство на собеседование с полной уверенностью в своей невиновности так в кавычках и на удивление получил отказ с формулировкой вы не убедили нас своих не иммиграционных намерений ни сном ни духом в мыслях не было остаться в сша не богаты но и не бедствую слава богу годков уже 58 кому я там нужен в сша даже как работник жена дом бизнес в украине привязка вроде к родине вроде без всяких сомнений так вот вопрос какой такой психологический кульбит помог иммиграционному офицеру вынести такой странный вердикт ну поговорим давайте мы друзья в попытке ответить на этот вопрос задумаемся на секунду вот этим сотрудники посольства соединенных штатов в разных странах но в частности в украине тогда в россии беларуси они выдают визы и выполняют некоторые так сказать и госзаказ да то есть у них есть установки определенные это чиновники они просто выполняют данные им установки но это живые люди одновременно с этим поэтому они выполняют их по-разному вот робот допустим поставили бы три одинаковых робота он бы там вытачивал по одной программке там до вытачивал бы три совершенно идентичные болванки там какие-то а это живые люди поэтому программка у них вроде бы одна а вытачивают они по-разному значит тот человек который давал визу супруге это был один человек а тот который давал визу допустим вам это был другой человек вот уже на одном этом месте могло что-то произойти я я уже не говоря о том что за полгода там с апреля значит могли измениться установки то есть программка по которой они работают тоже могла измениться в силу той статистики которая у них накапливается по выданным визам по возвратам невозвратам и последующим там делам то есть как бы и тут и там могли произойти изменения я на днях буквально там пару недель назад с девочкой очаровательный интервью в скайпе записывал 19-летней девушкой и она рассказывала историю как она визу получала и там очень эмоционально все было у него жених получил визу я и она собиралась с ним ехать в америку выходить замуж еще вся жизнь на можно сказать на кону и ему дают визу а ей нет и она в тот же день в тот же самый день на эмоциях не не никакого такого осознанного там решение не было логически выверенного она на эмоциях в тот же день идет назначает собеседование другую дату через три недели приходит и до получает визу но уже там был другой человек и так далее то есть казалось бы ситуация в которой визу точно дать не должны и вот противоположные ваши да то есть вы говорите у меня ситуация в которой как бы все все абсолютно на руках для того чтобы мне дали и вам не дали а у нее ситуация и еще хуже намного хуже у нее ситуация когда я точно должны отказать но по всем мысливым немысливым характеристикам бать и ей дают вот вот я это ничем не могу объяснить кроме того что попался человек который там сидел в окошечке которым она может быть как-то приглянулась даже я не знаю ну просто может быть по-человечески может настроение такое было я когда веду урок по написанию баг репортов а там знаете люди они хоть пытаются правило понять им вот правило подавай как писать вот по каким то сказать инструкциям писать баг репорт и я объясняю что вот смотри вот пришел тестер на работу я я извиняюсь за аналогию такой но просто я хочу принцип про иллюстрировать пришел тестер на работу видит ошибку какую-то значит как он как он напишет этот баг репорт но он же живой человек ошибка та же самая но пишет на ее живой человек значит если он пришел на работу еще кофейку с утра не принял вот так можно сказать по сухому пишет да это один баг репорт он как-то напишет но если он уже выпил кофейку он его по-другому напишет он изменился его состояние изменилось он как-то что-то такое там уже немножко по-другому допустим он идет на обед и спешит и и напишет один баг репорт если ему там еще полчаса до обеда он напишет по-другому вернулся с обеда брюхо полное настроение такое там или вот сидит никого не трогает значит пишет баг репорт а тут ему жена позвонила и давай на него ругаться понимаешь и совершенно другой получается баг репорт или там наоборот не жена позвонила совершенно противоположность жене вот и он настроение знать как игривая и он видишь игривый баг репорт написал чего рассказывают сидят люди сидят сотрудники и и вы не знаете что у него было перед этим может он выпил кофе а может не выпил может он там с внучкой скайпе разговаривал давайте и так далее поэтому я бы я бы не сбрасывал вот этого элемента и когда вы пытаетесь найти логику в их действиях это последнее последнее что они хотят чтобы вы могли сделать они не хотят чтобы вы видели логику в их действиях они этого абсолютно не хотят потому что если вы будете видеть логику в их действиях вы подстроитесь и будете как бы манипулировать ими они не хотят чтобы ими манипулировали они не хотят чтобы вы знали как они принимают решение и тема вот Это вот как они принимают решение Эта тема очень сильно дискутируется Очень много разных точек зрения Ни одна из точек зрения Даже таких, которые статистически Очень разумные И как бы, ну, показали себя В этом качестве Ни одна из этих точек зрения Не является абсолютно выверенной Правильной, потому что всегда есть случаи Когда человек вот именно так все и делал И в пролете Так уж вот руки разведешь И скажешь, так уж получилось Руками разведешь Значит Они смотрят на вас И у них в голове Много других примеров Вот вы говорите, ну как же я, вот я же Вот я же, я же Но они же не сидят у вас в голове И они не знают ваших намерений Вот так, как если бы они там Как экстрасенс какой-нибудь Считывал бы с вас Знаете, я вчера вечером пришел с работы И смотрел битву экстрасенсов Номер 16 И там такой эшафот соорудили И нужно было понять Значит, там под кем пол провалится Там их 6 человек И женщина там была Экстрасенс Она обращается к палачу Ну, он там пароли такой А это человек, который знает, где провалится Она на него смотрит и говорит Просто подумай Говорит, помоги мне Просто подумай О том, что там происходит И она считывает с него Понимаете? Но они так не умеют Она реально считывает Вот мы видим По-моему, это она там Еще была женой Погибшего Вот этого авторитета Уголовного Япончика Иванько В общем, такая потрясающая совершенно Женщина И вот она считывает Вот ее надо бы в консулат Поставить на работу И она бы смотрела, что у вас в голове И выдавала бы вам визы На основании этого Эти люди так не умеют Они смотрят на вас Как часть статистики Понимаете? Каждый из нас Попадая к ним на прием Является частью Некоторой статистики С вашим возрастом С вашим бизнесом С вашим материальным положением С вашими там оценками Ситуации и так далее И так далее И так далее Вы говорите Вот я там не из зоны АТО Да? То есть, казалось Не беженец, ничего То есть, не то, что Я сейчас все легко брошу Значит, соответственно Вы часть той статистики Так? Которая не относится к зоне АТО И где у людей там есть бизнес И два автомобиля И они в определенном возрасте Я вас уверяю, что людей В вашем материальном положении И так далее Достаточно много Которые приезжают И в возрасте тоже Приезжают и остаются Особенно если Тут на самом деле У вас есть серьезнейшее Отягчающее обстоятельство Это отягчающее обстоятельство Состоит в том, что у вас есть дочь Которая живет в Соединенных Штатах И у дочери там внук есть Или внучка, да? У вас есть внук Ребенок есть у дочери Это невероятно отягчающее обстоятельство Статистически Ну сами подумайте Вот Значит Живут люди Хотят там бабушку Или дедушку Значит Чтоб он там Не знаю С детьми посидел То есть есть люди Где бабушка или дедушка Хотят приехать там Посесюкать с внуками И поехать назад Конечно Вот у нас У меня теперь две внучки И там Саша и Наташа Вот у нас есть бабушка Которая живет в Минске И Она приезжает Там полгода Тут полгода Там полгода Тут полгода Там Но поскольку она уже все время туда-сюда Да То как-то вот она уже Человек проверенный Ее не трогают Вот И она как бы Показала себя в хорошем качестве И то В любой момент Если ей нужно будет пойти Получать снова визу Там у нее Слава богу Там на какой-то период Я не знаю Бывайте Могут измениться алгоритмы Но вопрос в чем Если у вас есть дочь А внучка Это там внук Это еще более отягчающее обстоятельство Значит у вас есть база Вам легко У вас вот этот порог Вы где Зачем мне туда Зачем Как-то вот у вас Вот работа есть уже Вот у вас есть роль определенная На которую вас могут Уже просто ждать В этой семье Там и так далее То есть Я думаю Если вот Был бы я консул У них наверное статистика есть У меня статистики нет У меня просто какой-то Жизненный опыт Здравый смысл Там и так далее Я думаю Что вы Имея дочь И Следующее поколение Там на месте В США Вы являетесь Очень и очень Серьезной группой риска То есть Я так думаю Вот Но мы не знаем Что в голове У этого человека Понимаете Получается какая история Вот Мы едем Вот еду Что я сегодня на работу Смотрите Вот еду У вас на глазах Еду на работу И К сожалению Мы можем констатировать Факт Что среди людей Которые сегодня Выехали утром на работу Кто-то до работы Не доедет Что-то с ним случится Знаете А вечером Когда люди поедут с работы Опять кто-то С работы домой Не доедет Что-то с ним случится Это статистика И мы не знаем С кем это случится Понимаете Это может случиться С абсолютно любым из нас Вы можете быть Хорошим водителем Вы можете быть Очень внимательным Вы можете иметь 30 лет Там какой-нибудь Рекорд Безаварийной езды И так далее И так далее И при этом Вы можете стоять Там на светофоре И вас сзади Кто-нибудь вмажет Поэтому Не дай бог Конечно Я не к тому Это все говорю Я говорю Что бывают Бывают Такие ситуации Тоже Знаете Вот американцы Говорят Такой ситуации Там Wrong place Wrong people Wrong time Что-то было wrong Понимаете Вот Ну Без того Чтобы там Как-то объяснять Вот так вышло Если мы спросим Этого человека Который там Консул И визу Вам не дал Значит Он наверняка Вам бы объяснил Если бы Так Возник бы такой разговор Он бы вам сказал То есть Не то что у него Мыслей никаких нет На этот счет Следующий элемент Очень важный Состоит в том Что Как вам сказать У вас нет права На получение визы У вас есть привилегия Понимаете Привилегия Виза в США Это не право человека А привилегия Которые ему могут предоставить А могут не предоставить И В отличие от суда Например Где У вас презумпция невиновности То есть Это привилегия Вам дана Да Без того Чтобы вы что-то доказывали Она у вас есть Здесь все наоборот Здесь Привилегии этой У вас нет Вы должны доказать Вот он слушает вас Да Он смотрит на ваш тейс Вы говорите У меня бизнес Ну он наверное документы смотрит Он говорит У меня бизнес У меня две машины У меня дом И Ну Он слушает И что-то его не убедило Может быть в вашем поведении Что-то А их там тренируют На психологические Всякие фокусы Вот И может быть в вашем поведении Было что-то неубедительное При всех тех фактах Которые вы изложили Да Что-то могло быть вас Может вы нервно улыбались Может быть вы вообще нервничали Я не знаю что там было Но я вам скажу Что вот Вы можете пойти на интервью Просто на работу куда-нибудь Да И вы можете все отвечать хорошо Так как бы вполне В рамках Но вы не понравились Это бывает Вот человек не понравился У него взгляд нехороший Например У него какое-то рукопожатие Знаете Как селедку Из банки достали Вот такое рукопожатие Я не знаю что Глаза бегают И он не понравился Причем Соответственно То есть это не только ситуация Связанная с посольством Но вообще по жизни Вот видишь человека Он тебе что-то не нравится Вызывает сомнения Подозрения какие-то Он тебе что-то предлагает Ты чувствуешь подвох И вот Вот эти вот Работники Да Которые Не Не такого уровня экстрасенсы И даже не эзотерики А так Вот они Чувствуют что-то не так И вы его не убедили Понимаете Это ваша ответственность Его убедить А не его ответственность Да Найти у вас проблему По умолчанию Вы считаетесь проблемным Он когда на вас смотрит Он говорит Вот есть проблема А вы должны ему показать Что проблемы нет Мало того Вы находитесь при этом В посольстве США В Киеве Где Процент Выдачи виз Крайне низкий По сравнению Например Там с посольством США В Москве Вообще У меня были случаи Когда еще до Всякого АТО До всякого Майдана У меня ребятам Отказывали в визе На стажировку Джей Ван Джей Ван Троини У меня был парень Из Киева Я хотел его взять Тут вот На полтора года К нам В офисе Там Сетью нашей Заниматься Там и так далее И уж казалось бы Виза Ну что же Что же там такого Ее моё Ну что там Вот тебе компания Вот тебе зарплата Вот тебе парень У него профильное образование Симпатичный Там молодой Там 23 года 24 года И ему отказывают Ну Это же даже не туристическая виза Это же Ну что же такое Понимаете Поэтому Киевское посольство Известно Очень хорошо Вот этими делами У нас Был паренёк Юра Вы Может быть Если вы смотрели Наше видео Там подальше По времени Вот этот Юра Он из Харькова И мы с ним Он тоже у нас работал Полтора года Как раз вот по этой программе И Юра Получил визу А я его тогда предупредил Я ему говорю Вот тот парень У него там проблемы были Короче Юра пошёл Получать визу Но он так как бы Как это сказать Проявил Энергию некоторую Показал Короче Ему Он должен был Идти в окошечко В котором всем отказывали Там было четыре окошечка И он увидел Что в одном Более-менее дают визы А в трёх остальных Просто отказ за отказом И он назначен был В окошечко Где отказы И вдруг Окошечко Где давали визы Там как-то Что-то замешкалось И вот И он Вот туда влез Вот со своей этой Визой И ему там дали визу Вот И это было Ну я не знаю Три года назад Ну эти поэтому Что ж тут скажешь Тяжело Есть Известная История Когда Аркадий Райкин Жаловался Брежневу Они знакомы были Хорошо Вот он ему жаловался Что-то такое Ну концы Ну что-то ерунда какая-то На что Брежнев Мудро Сказал Он сказал ему Не ищи логику Аркаша Вот Поэтому И я тоже самое Вот словами Брежнева Хочу сказать Что Не ищите логику Логики тут Такой Как бы Обычной Человеческой Понятной Нам с вами Нет У них своя Какая-то логика А иногда И никакой логики А просто вот так Бубна легла Вот просто Не убедили вы его И все А как Станиславский Говорит Не верю Не верю И Единственное Что я могу сказать Что Ну в другой раз Обязательно повезет Потому что Ну что ж такое Это не Ну Это неправильно Вот то что с вами Произошло Совершенно неправильно И оно по-своему Абсурдно Но вы являетесь Частью какой-то Статистики Вот когда мочат Определенную Категорию людей Может быть Ну так По возрасту По образованию По доходу Я не знаю Вот попали под раздачу В этом нет Несправедливости В этом есть случай Такой Вот случай есть Вы можете сказать По отношению ко мне Лично Это несправедливо Но лично вас Никто не пытался обидеть Они лично вам Не дали визу Обидели они вас Как часть Определенной группы Определенной статистики И так далее Если только Это не ситуация Когда лично вы Чем-то ему Вот показались Неубедительны Мы возвращаемся К этой теме Снова по кругу ходим Вот Но в общем Я бы так сказал Самое главное Не переживайте Я несколько раз говорил Вот Знаете Гугловская машинка Поехала Вот Не переживайте И Скажите себе Что это вопрос отношения Так И Отнеситесь к этому так Что может быть Оно и Как бы и к лучшему Может быть Наверняка есть какие-то Факторы Которые Вам позволят сказать Что в общем-то Да Это к лучшему Потому что Если бы я уехал Я бы вот это Вот это вот не сделал Там и там Еще что-то Я не знаю Отношения Не относитесь к этому Как к чему-то Очень Такому Драматическому А отнеситесь к этому Ну просто Вот Как к факту жизни Ну попал под раздачу Бывает Бывает Ой господи Да Есть Невероятное количество Радостных моментов Каждый день Вот утром проснулся Вот люди верующие Проснулся Возблагодарил Всевышнего Понимаете Давайте я Поверну камеру Проснулся Возблагодарил Всевышнего Почему А мог И не проснуться Понимаете Вот Пришел Покушать Возблагодарил Потому что Могло и не быть На столе Понимаете Вот А может так Просто скушать Не Поблагодарив Оно не пойдет Вот так Как Если поблагодарил Понимаете Хорошо Я вам скажу Что может быть Там 95% Населения Украины Не могут Вот так сказать Как вы говорите Поэтому Все не так плохо Вот А с визой Ну дадут визу Ну что ж теперь Значит надо будет Еще разочек Сходить Через какое-то время И все Счастливо Счастливо Счастливо